Дорогие друзья, совсем скоро, буквально в воскресенье, мы отмечаем замечательный праздник – День Матери. В этот день все поздравляют своих мам, дарят подарки, устраивают для них праздник. Сколько тепла таит это магическое слово «мама». С детских лет она учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится и оберегает. Когда женщина становится матерью, меняется вся её жизнь. В ней открываются все её лучшие качества – доброта, нежность, ласка, любовь, терпение. И вот за такой нелёгкой и трудной работой иногда наши мамы просто забывают о себе. А так хочется, чтобы наши мамы всегда были красивыми и радостными. Ведь женщина в любом возрасте всегда остаётся женщиной с желанием быть молодой, привлекательной и стильной. Послушайте информацию, которая станет вам небольшой подсказкой для этого. Сейчас мы хотим предоставить несколько приятных минут и пригласить к экрану наших замечательных мам. Итак, чтобы хорошо выглядеть, совсем не обязательно часто посещать парикмахерские. Конечно, в интернете сейчас можно найти всё, но для этого всё-таки нужно время, потому что там множество информации. Не лучше ли просто взять и открыть книгу Светланы Филатовой «Современные стрижки и укладки»? Поверьте, что всё возможно. С помощью советов этого замечательного издания вы научитесь самостоятельно делать красивые укладки и прически, умело использовать средства для фиксации и украшения волос. Подробные инструкции и наглядные пошаговые иллюстрации помогут вам легко освоить даже основы парикмахерского искусства. Например, укладка римлянка, укладка итальянка, укладка классика, высокий пучок и даже свадебные укладки. Вы обязательно останетесь довольны собой. Хочу обратить ваше внимание, что прическа получится намного выразительнее, если использовать ободок или такую блестящую заколку. Будет красиво! Если вы хотите узнать всё о своей фигуре, то вам снова поможет книга. Автор издания Светланы Зайцева «Учебник стилиста. Как консультант по стилю» подберёт вам свой фасон одежды и поможет создать собственный стиль. Также вы узнаете, какая одежда подойдёт именно на вашу фигуру. Чтобы подчеркнуть свою красоту, индивидуальность и характер, женщине необходимы украшения. Конечно, есть дамы, которые равнодушны к ним. Но вот посмотрите, как заиграет платье, если мы его украсим ожерельем или бусами. А если вы сделаете своими руками такие стильные красивые штучки, да ещё и с фантазией, то от такого украшения не откажется никто. А в помощь вам будет книга-мастер-класс «Вышитые бижутели». Изделия, сделанные по советам этой книги, украсят любой наряд и подчеркнёт ваш образ, выделит из толпы и прослужит вам длительное время. Ведь с вещами, изготовленными собственными руками, долго не расстаются. Я уверена, что каждая женщина найдёт в этой книге себе украшение по вкусу. Но это не просто украшение, это ваша индивидуальность и свобода. Украшением является не только бижутерия, но и красиво завязанный платок или шарф, которые дополнят подобранный образ. Благодаря этому аксессуару можно украсить свой гардероб и придать костюму неповторимый стиль. И сейчас вы в этом убедитесь. Я попробую красиво завязать платок и вы посмотрите, как оригинально будет смотреться ваш наряд. Берём платок. С одной стороны завязываем простой узелок. С другой стороны собираем платок вот так в гармошку. Накидываем, продеваем в этот узелок. И у нас должен получиться вот такой красивый бант. А какие существуют способы и техники завязывания, вы узнаете из книги известного стилиста Эдель Траут Вебер-Ларковский «Как завязать платок, шарф, парео. 30 новых способов». Это красочное издание подарит вам много вариантов, как завязать шарф или платок на шее, голове и талии. После знакомства с этой книгой вы убедитесь в необходимости такого модного аксессуара в вашем гардеробе. Дорогие женщины, дорогие мамы, нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, отвлекла вас хотя бы ненадолго от повседневных забот. Мы сердечно поздравляем вас с прекрасным праздником – Днём Матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Желаем вам счастья, здоровья, пусть все ваши мечты сбываются. И будьте всегда красивы. Субтитры создавал DimaTorzok